Весь мир говорит сегодня, очень важный момент дорогие друзья, говорит о том, что осенью нас ждет вторая волна коронавируса. И об этом сам говорит Оляк и доктор Додон, поэтому может быть опять чрезвычайное положение, выборы могут принести. Додон, я могу бесконечно говорить о решениях твоих инициативах и о решении твоей комиссии, но не буду этого делать. Если ты сам, Игорь Додон, даже ты согласен со всем миром, что осенью будет вторая волна, зачем нам ждать осень, чрезвычайное положение, вторая волна, хаос с президентскими выборами, 100% будут досрочные парламентские и так далее. Игорь Додон, сегодня мы граждане страны даем тебе уникальный шанс, подаешь в отставку завтра, получается, что можно проводить досрочные парламентские выборы. Если ты подашь в отставку, это сегодня, если не говорить о второй статье Конституции, о выходе на улицу, чтобы мы тебя всей страной отправили, то это единственный юридический выход. Что ты говоришь нам, Додон? Если у нас большинство перерастет в меньшинство, то тогда можно делать досрочный выбор. Ты что, дурак? Нет, Игорь Додон, мы не хотим идти по твоему сценарию. По твоему сценарию мы уже жили, лечились, становились богатыми и бедными, да? Сегодня только богатыми стал ты и твое окружение, а обнищала вся страна, начиная простыми людьми, заканчивая бизнесом. Нет, Игорь Додон, ты подай в отставку завтра. Я выйду, я даю слово сейчас перед всей страной, что я выйду и скажу спасибо, Игорь Николаевич Додон. Ты как бы сделал что-то первое для страны. Я выйду и публично поблагодарю Додона за это мужественное решение. Ты пойдешь в отставку. Зачем нам ждать осени чрезвычайного положения второй волны коронавируса, когда мы можем 1 сентября провести досрочные парламентские и президентские выборы? А можем их провести еще раньше, Игорь Николаевич? Можем провести их 27 августа. Как тебе такой вариант? Ты скажешь нет, 45 дней на избрание правительства, не успеваем. Хорошо, давай проведем президентские. Представляешься, ты на 3-4 месяца меньше поживешь. Кондрицы, будешь ходить в президентуру, меньше сожжешь света, меньше потратишь денег, меньше будешь ездить на кортежах по спаханным полям, которые еле-еле пережили засуху. А, Игорь Николаевич, слабо? Почему? Потому что ты на это не пойдешь, пока мы тебя не попросим всей страной, или мы пока тебя не прогоним всей страной. Потому что ты являешься человеком, которому, даже если на кону будут стоять 10 тысяч жизней граждан Республики Молдова, но ты поймешь, что благодаря этому ты можешь побыть президентом на 3 часа больше, то тебе наплевать будут на эти 10 тысяч жизней. Потому что ты, я говорю, твой, кто такой Игорь Додон? Игорь Додон, это царанщик, да, который как бы просто... Если человек кайфует от того, что ездит на квадроцикле по родному Садово с мигалками, с охраной, с куметру пейте пьет с сакан вина, кумет в труфеге заезжает на щуреек, боец у призвок, сопровождение с корт. Додон не то, что обещал в программе Уголе, что когда он станет президентом, будет ездить без мигалок, как все люди. Он сегодня, поверьте мне, если бы у нас бы разработать закон о том, что можно ездить с мигалками за деньги, Додон будет платить даже 1000 евро в час. Вот будут платить 10 тысяч евро в день, 350 тысяч будут воровать из них, 300 тысяч будут отдавать. Только чтобы ездить с мигалками, понимаете? Я просто Игор Додону напоминаю, что то, что он увидел в Москве, еще раз, Игорь Додон, в Москве тебя охраняло очень много охраны, когда ты приезжал к президенту Российской Федерации, чтобы ты не смылся, чтобы ты не убежал. Тебя не охраняли столько людей для того, чтобы с тобой что-то не произошло. Как кто-то тогда сказал на Красной площади, я это как-то рассказывал, я говорю, слушай, а что столько охраны в Лододону, так, чтобы не свалил, понимаете? Поэтому, Игорь Николаевич, чтобы не дошло до того, что тебя будут охранять бесплатно в СИЗО номер 13, либо в другом пенисциарном учреждении страны, не накалясь ситуацию. Давайте мы быстро через все это перешагнем. Мы сегодня, не попадет парламент, партия Швора, не попадает Демпартия, не попадает промолдова. Ты понимаешь, что ты сегодня, подав в отставку и спровоцировав досрочные президентские и парламентские выборы, ты сегодня сделаешь все для того, чтобы большая часть коррупционеров из молдавского парламента для начала ушла бы в историю молдавской политики, и оттуда прямиком уже кто в какой СИЗО и кто на сколько лет, это уже решит генеральный прокурор и молдавские суды.